Друзья, прочитаем место Священного Писания, которое записано у Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Древний путь добра. Мы продолжаем идти по древнему пути добра, который открыт Духом Святым через Его посланников в формате 12 базовых учений для святых, находящихся в статусе учеников и желающих успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Иоанна 7, 16-18. Иисус, отвечая фарисеям, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». И главной целью изучения древнего пути добра остается наше желание отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновить сферу своего мышления духом своего ума, и только затем облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Отложить прежний образ жизни, обновиться духом своего ума и облечься в нового человека, возможно, только сработая с личностью Духа Святого и Словом Божьим в формате учения. А определить, насколько успешно мы сработаем с Духом Святым и Его материалами, поможет нам золотая измерительная трость, которая представляет функцию благовествуемого слова делегированного представителя в ранге апостола. Откровение 21, 15. «Говорившись со мной, имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его». Мы отметили, что в книге Откровения золотой тростью измеряется только строение, а не само основание, так как основание есть дело Христа, и оно уже было испытано. Исайя 28, 16. «Посему так говорит Господь, Бог, вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постадится». В то время как строение, которое мы сегодня возводим на этом основании, есть наше дело, которое будет испытано в огне в день посещения. 1 Коринфянам 3, с 11 по 15 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Итак, давайте обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и начнем рассматривать четыре важные составляющие доброго сердца христианина, которые включают 1. 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима. 2. 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима. 3. 12 драгоценных камней на судном наперснике. 4. Древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Практически все эти 12 уроков, их может быть больше, минимум 12. 12 уроков, потому что здесь представлено 12 учений, вот именно в основании, в жемчужных воротах, в наперснике, в древе жизни. Мы будем рассматривать с вами и обращаться, конечно же, к той информации, к тому материалу, который мы имеем на сегодняшний момент. То есть мы имеем возвращение к истокам, возвращение к древнему пути добра. Мы с вами также имеем служение в пятницу и служение в воскресенье. И уникальность данных уроков будет то, что мы постараемся все соединить, потому что, если вы заметили, пастырь перешел на число 12, то есть конкретно. И поэтому вот эти четыре составляющие, они будут присутствовать также и на молитвенном собрании. То есть мы соединим то учение, которое мы имеем, соединим с пятницей и с воскресеньем. Итак, давайте очень коротко посмотрим, чем являются эти четыре составляющие. Очень коротко, и потом будем рассматривать чуть шире. Итак, 12 драгоценных оснований Стены Нового Иерусалима – это определение праведности и святости истины. Далее, 12 жемчужных ворот – это уже цена праведности и святости истины. А вот 12 драгоценных камней на судном и на перстнике – это условия и требования праведности и святости истины, в которые мы облекаемся. И четвертое – древо жизни, 12 раз приносящие плоды – это результат праведности и святости истины. То есть, как обычно, пастырь говорит проповедь, и он говорит определение – первое, второе – цена, третье – условие, и четвертое – результат. Поэтому определение будет основание, жемчужный ворот – это будет цена, которую нам необходимо заплатить. Драгоценные камни на судном и на перстнике – это условия. Писание говорит «поклоняющиеся мне должны», слово «должны», то есть требования должны поклоняться. Это единственное условие, на которое я готов кооперировать с человеком, с молитвенником – «должны». Поэтому на перстнике будет говорить об условиях. И древо жизни – это результаты плода, древо жизни и воскресения в нашей жизни. А теперь более конкретно об этих четырех составляющих, которые мы с вами будем разбирать. Разумеется, я буду повторять их в течение 12 уроков. Так, чтобы мы их… Вы запомнили их, но могли, чтобы не забывать их. Давайте более широко посмотрим на эти функции и призвания вот этих четырех составляющих. 12 драгоценных оснований Стены Нового Иерусалима, как мы знаем, призваны служить основанием нашего спасения, функции которых призваны приводить нас к совершенству. 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях, страданиях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни, обуславливающего в нашем сердце Царство Небесное. А вот 12 драгоценных камней на судном наперснике призваны представлять нас, как поклонников Бога, пребывающих в постоянной молитве, которая служит постоянной памятью перед Богом. И разумеется, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, которые содержатся в наследии крови Христовой. Обратите внимание, Бог поместил свое наследие в кровь Христа. Но где мы можем это наследие открыть? Только в плодах древа жизни. А как нам дойти до древа жизни? Во-первых, нам надо положить твердое основание, потом пройти через страдания Христовы стать жемчужными воротами, потом получить на сердце наперсники с 12 драгоценных камней, быть поклонником, который поклоняется Богу в Духе истине. И только потом Бог позволяет нам подойти к древу, и именно вот это древо жизни является тем результатом и тем плодом, что Бог заложил в своей крови в самом начале. Поэтому человек, который не подошел к древу жизни, он не может открыть всей красоты крови Христовой. Кровь Христа, ее глубинность и полнота открываются где? У древа жизни. А до древа жизни надо дойти. Итак, задание на сегодня. Разумеется, оно будет состоять из четырех заданий, раз мы рассматриваем четыре субстанции. Первое. Дать определение и назначение драгоценному камню и имени апостола, написанного на первом основании Иерусалима. Второе. Дать определение и назначение имени патриарха, написанного на первых жемчужных воротах Иерусалима. Третье. Дать определение и назначение драгоценному камню и имени патриарха, написанного на первом камне судного наперстника. И четвертое. Дать определение и назначение первому плоду древа жизни, которое дает плод свой на каждый месяц. Четыре вопроса. Итак, вопрос первый. Повторю его. Дать определение назначения драгоценному камню и имени апостола, написанного на первом основании Иерусалима. То есть мы посмотрим, насколько мы твердо стоим на основании нашего спасения. И нам в этом помогут святые люди Божии, вот апостолы, патриархи. Итак, 12 драгоценных оснований Стены Нового Иерусалима, повторю, призваны служить основанием нашего спасения, функции которых призваны приводить нас к совершенству. Но все начинается с основания. Следует также не забывать, что под драгоценными камнями в основании Стены Небесного Иерусалима подразумевается свойство доброго сердца, в котором пребывает Бог и которое пребывает в Боди. Откровение 21.14. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса. И основание первое – Яспис. Это Откровение 21.19. Важно заметить, что как первое основание Иерусалима, на котором было написано имя главы апостолов Петр, на которого уравнялись апостолы пророки и церковь того времени, также и стена Иерусалима, соделанная из камня Яспис. Это указывает, что стена, как символ нашего совершенства в Иисусе Христе, стоит в полной зависимости от тех, кто имеет право представлять власть камня Яспис. Апостол Павел Кефесянов написал это следующими словами. 4 глава с 11 по 13 стих. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в мира полного, в возраста Христова. А чтобы иметь полное сведение о камне Яспис, нам необходимо будет рассмотреть имя стража, которое было написано на этом первом основании. И, разумеется, имя этого стража, апостола, которое было написано, было Симон Ионин, называемый Тифой, что означает Петр или камень. То есть, хорошо для нас знакомы, истины, но опять святые. Когда люди говорят, я ничего не понимаю, а потом, когда начинаешь повторять, так мы же это знаем. Я говорю, подождите, подождите, вы же сказали только что, вы ничего не понимаете. Нет, я все понимаю. И почему, говорит, я говорю, что я ничего не понимаю? Есть некоторые вещи, которые я не понимаю, и начинают злиться сам на себя. И вот то, что я не понимаю, я тогда все перечеркиваю, говорю, как ребенок. Я ничего не понимаю. Мы понимаем. И не надо говорить такие фразы, потому что такими фразами мы убиваем себя. Никому не вредим, как только себе. Если мы что-то не понимаем, то не надо перечеркивать. И при том будем помнить, что то, что мы сейчас слышим, это учение, представленное в 12 базовых учениях, это практически 12 хлебов. А 12 хлебов, они где полагались? Они полагались на столе хлебов предложения. И священники должны были положить их в стене или же в храме на столе и смотреть на них очень продолжительное время. И потом в субботу они могли снять их и попробовать их. Поэтому это вполне нормально, если что-то мы и не понимаем. Это же 12 хлебов. Вы думаете, то, что я сейчас говорю, я понимаю? Я тоже на себя злюсь и проповедую, потому что я до конца не могу этого понять. Хорошо. Имя апостола. Первый апостол Христов. Прочитаем о нем. Матфея, 10 глава, 2 стих. 12 те же апостолов имена Сусии. Первый Симон, называемый Петром. И также Иоанна, 1 глава, 31 по 42 стих. Иисус, взглянув на Симона, сказал ему, «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». В древности люди понимали, что имя человека может влиять на его судьбу. Как хорошо, чтобы все мамы и папы это знали. А посему относились к именам весьма избирательно и влаживали в эти имена смысл своих устремлений и своих желаний. Имя человека – это достоинство, в котором сокрыт его статус, его место, его предназначение и его призвание. Когда человек или ангел оставлял свое место и призвание, на которое поставил его Бог, то вместе с местом он терял свое достоинство и свое имя. Оно вычертывалось из книги жизни. Иеремия, 7 глава, 13 стих. «Все оставляющие тебя постромятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. И также Иуда, 1, 6, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под браком на суд великого дня». И, разумеется, это не только ангелов, а всех людей, которые оставили свое призвание, потеряли достоинство в Боди, то, разумеется, они сегодня находятся в узах, в слясках под браком и ожидают суд великого дня. Но они об этом не знают. Да и бесы в это не верят, что когда-то их будет. Почему же они воинствуют? Почему же они противостоят? Потому что они не верят, что они будут стоять перед Белым престолом. Они просто не верят. И они делают все, чтобы этого не произошло. Но это произойдет как с людьми нечестивыми, так и с демонами. Итак, имя Симон, как мы знаем, означает слышание, в то время как имя отца Симона было Иона, и оно означает голубь. Иисус при встрече с Симоном Иониным не заменил его имени, а распространил и расширил его дел именем Кифа, что означает «Петр, живая скала». Итак, Симон, Иона, Кифа. Это один апостол. Давайте начнем с Ионы, почтим отца апостола Петра. Иона означает голубь, как мы знаем. Нам известно, что голубь олицетворяет свойства простоты, присущие Святому Духу. Достоинство простоты Святого Духа присутствует в характере младенцев, которые любят своих родителей до ревности. До ревности. И чтобы обладать любовью своих родителей, они могут пойти, маленькие дети, на самые страшные вещи. И против своего брата, против своей сестры, если они почувствуют, что их любовь, или же любовь своих родителей, они не почувствуют больше к брату и к сестре. И это были иногда такие трагические случаи, когда брат или сестра, маленькие детки, они просто убивали своих братьев и сестер. Почему? Потому что они до ревности или своих родителей. Ну вот это качество интересное. И хотя могут дети огорчаться и реагировать на боль плачем, но при этом не способны обижаться или судить своих родителей. В силу чего они являются причастниками Царства Небесного. Разумеется, ревность, о которой я говорю, она должна быть разумной ревностью. Я просто привел такой негативный пример, который встречается в нашем мире. Что делают дети? Почему? У нас испорченная ревность. Мы готовы убить кого-то. Божья ревность говорит, ты никого не убивай. Ты сам умри в Иисусе Христе. Вот и вся разница. Христианин сам умирает, а все нечестивые другие религии, они убивают других, чтобы предстать перед Аллахом в более лучшем свете. А нам, чтобы предстать перед Христом в более лучшем свете, можно убить себя. И убив себя, мы с собой туда и врага схватим. Как убить врага? Надо пойти в Черное море. Пройти через Черное море, и на что покусившиеся гибтяни погибнут. Как пройти потом через Иордан? Надо пройти опять через дно Иордана, где тоже будет смерть побеждена. Римлянам 16, 19. Ваша покорность и вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. То есть мы говорим иона, голубь, простота. Матфея 10, 16. Вот и посылаю вас, как овец среди волгов, и так будьте мудры, как змеи и просты, как голуби. И слово простота – это не просто простачок. Слово простота, оно включается в богатую семантику. Это чистый, невинный, неповрежденный, истинный, праведный, неподдельный, кроткий, миролюбивый, непорочный, девственный, незлобивый, невиновный, простодушный, полноценный, здоровый, единый, без инородных примесей. Вот это, что значит простота в Иисусе Христе. Далее, Симон, второе имя апостола, означает слышание. Мы видим, что в учении содержится не только достоинство простоты, но и достоинство слышать, что Дух говорит церквам. А почему, чтобы слышать своим сердцем благовествуемое слово о Царстве Небесном, необходимо, чтобы, во-первых, наше сердце было простым, что практически невозможно без принятия Святого Духа. Именно поэтому, когда Иисус увидел человека со ствойствами и достоинствами Иона и Симон, то Он сказал ему, ты Симон, сын Ионин, будешь называться также и Кифа. Кифа – это Петра, живая скала. Дав это имя Симону и Ионину, Иисус на самом деле диригировал ему свое имя. Когда Он увидел в апостоле Петре качество, простота и способность слышать Духа Святого, Он взял свое имя, краеугольный камень, и делегировал, сказал, ты будешь краеугольный камень. И я полагаю тебя первым в основании. В имени Кифа, написанном на первом основании стены Нового Иерусалима, Иисус открыл еще одну тайну, что врата ада в лице плоти нечестивых людей и бесов не смогут одолеть этого основания в его церкви. Матфей 16, глава 18-19 стих. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Итак, мы очень коротко коснулись нашего первого вопроса. Первое основание – драгоценный камень Яспис, и на нем написано имя Симон Ионин, названный Кифа. Вопрос второй. Переходим уже к жемчужным воротам. Положили первый камень, а теперь жемчужные ворота, которые непосредственно стояли на этом камне. Дать определение и назначение имени Патриарха, написанного на первых жемчужных воротах Иерусалима. Откровение 21, 12, 21. «От 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». Повторю еще раз, что 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях и страданиях Христовых, функция которых призвана быть ключом, открывающим путь к древу жизни, который является в нашем сердце Царством Небесным. То есть без вот этого качества, без этого жемчуга, без этих напастей и страданиях мы не получим доступ к древу жизни. А в древе жизни мы можем открыть все то, что Бог положил в Своей крови. И для того, чтобы нам говорить о жемчужных воротах, нам необходимо, во-первых, ответить на два вопроса. Первое. Отличие нашего креста от креста Христова. И второе. Какую цену нам необходимо заплатить за право нести свой крест за крестом Христовым? И вот у нас сколько будет уроков, мы на всех уроках будем постоянно давать вот это отличие. Не просто показать разницу. Вот интересно, что когда пастор показал разницу, он дал определение, что такое крест Христов в нашей жизни, и потом показал, когда Христос смотрел на это определение, что он видел. А потом показал, когда мы смотрим на это определение, что такое крест Христов, что мы видим. Мы должны знать эту разницу, чтобы мы не путали, не строили себя Христов. Мы христиане. И когда Христос смотрит на крест, он видит одно. Когда церковь смотрит на крест, она видит немножко другое. Итак, вначале мы дадим определение, что только крест Христов, а потом посмотрим, что видел в этом Христос и что видим в этом мы. Первое определение. Напомню, что мы говорим об отличии нашего креста от креста Христова. Мы разбираем жемчужные ворота. Первое определение. Крест Христов – это высочайшая заповедь Отца для Сына, в которой выражена совершенная воля Отца для Сына. Теперь, отличие о внесении нашего креста от креста Христова состоит в том, что Иисус добровольно отдавал свою жизнь, чтобы выкупить нас от власти греха и смерти, чтобы опять принять ее для нас и возродить нас своим воскресением к жизни вечной. Теперь с нашей позиции. В то время, как мы в несении своего креста призваны добровольно отвергнуть и потерять свою жизнь ради Бога, в Боге и во имя Бога, чтобы сберечь ее для Бога. Второе определение. Крест Христов – это свободный выбор и осознанное решение – выпить чашу, предназначенную Отцом. И отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Иисус в данном аспекте терял своего Отца. В то время, как мы, отвергая свою жизнь в внесении своего креста, обретаем общение с Отцом. Третье определение. Что такое крест Христов? Крест Христов – это орудие возмездия за грех, производящее позор, бесславие, нищету, боль, страдания, пытки и смерть. И отличие нашего креста, или же отличие внесения нашего креста от креста Христова состоит в том, что Иисус потерпел позор, поругание и нищету. В то время, как мы в внесении своего креста, напротив, получаем возможность обогатиться всем тем, чем обнищал ради нас Христос. Четвертое определение креста Христова – это добровольное страдание с последующим лишением жизни за грех человека, выраженный в непослушании. И отличие внесения нашего креста от креста Христова состоит в том, что Иисус в данном аспекте страдал за наши грехи. В то время, как мы в внесении своего креста, при работе с крестом Христовым, страдаем не за грехи наши, а за истину. И иногда мы страдаем за наши грехи. И мы должны понимать, что в этот момент мы никакого креста не несем. Если я наломал дров, и теперь начинаю расхлебывать, и говорю, крест Христов, никакого креста Христова нету. Что посеял, то пожал. Крест Христов – это когда меня бьют, и я страдаю за истину. Не надо быть Христом. Это Христос за грех нес побои. Мы тоже несем побои за грехи. Но это принцип посевы и жатвы. И пастор здесь показал, что никакого отношения к Христу Христову не имеет. Мы можем страдать только за истину. Это единственный аспект, где проявляется крест Христов. Да, не знаю даже, что здесь – радоваться или плакать. Пятое. Крест Христов – это возможность для Сына выразить послушание и смирение совершенной воли Своего Отца. И отличие внесения нашего креста от креста Христова состоит в том, что Иисус в данном аспекте уничижил Себя Самого, приняв образ раба, соделавшись подобным человеком. В то время как мы, в несении своего креста при соработе с крестом Христовым, напротив, теряем образ теного человека и обретаем образ Сына Божия. И шестая составляющая – крест Христов. Это для Христа предмет абсолютной утраты и потери всякой силы и всякого полномочия. И посмотрим сразу на отличие внесения нашего креста от креста Христова состоит в том, что Иисус в данном аспекте утратил и потерял всякую силу и всякое полномочие на кресте. Он просто сказал – пришло время тьмы. В то время как мы, в несении своего креста при соработе с крестом Христом, напротив, обретаем силы. И при этом, когда приходит тьма, не надо быть Христом, прикидываться. Надо сказать во имя Иисуса Христа и начинать разгонять тьму. Это очень важно, святые. Мы говорим о жемчужных воротах. Есть разница между Творцом и Творением. Есть разница между, как мы слышали, Духом Святым и нашим Духом. Большая разница. И надо ее знать. 1 Коринфянам 1, 18. Ибо слово о кресте для погибающих юродств есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Сила Божия. И это отличие нашего креста от креста Христова. А теперь, какую цену необходимо нам заплатить за право, чтобы нести свой крест за крестом Христовым? Надо быть живой жертвой. Живая жертва, представленная на жертвеннике из 12 камней, является той ценой, заплатив которой, мы можем соработать в несении своего креста с крестом Христовым. В Новом Иерусалиме образ живой жертвы на жертвеннике из 12 камней представлен в 12 жемчужных воротах, как мы знаем, которые являются ключом к чему? К наследию Христову, который находится в крови Господа Иисуса Христа. И еще раз, и еще раз. Вы знаете, когда я читал эти конспекты заново, мне казалось, я же был на собрании, я слышал все эти принципы. Я весь слышал. Но когда я начал вот этот урок готовить, то для меня по-новому, будем говорить, засверкали все эти истины. Может быть, если вы начнете этим дома заниматься и перелистывать конспекты, и перечитывать, для вас эти истины по-новому засверкают. Это неплохо проводить политинформацию на ячейках? Это неплохо, это интересно. Но надо оставлять также время и для откровения. Теперь нам необходимо рассмотреть имена 12 колен сынов Израилевых, написанных на жемчужных воротах, которые обуспавливают принципы, на основании которых нам следует заработать в несении своего креста с крестом Христовым. Откровение 21, 10, 27. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Последовательность имен колен Израилевых, написанных на жемчужных воротах, представлена в книге пророка Езекииля. То есть, в какой последовательности мы будем изучать вот этих вот патриархов. Из Езекииля, 48 глава, с 31 по 35 стих. Ворота города называются именами колен Израилевых. И сразу скажу, что у меня сдался вопрос, а почему в книге Откровения апостол Иоанн не написал? Но облегчил бы работу. Почему должны искать пророка Езекииля, чтобы получить ответ то, что хотел сказать Иоанн? Суть-то не в Иоанне, суть в Духе Святом. В Духе Святом хотел показать, что все, Слово Божие, Богодухновенно. И чтобы получить ответ, это нельзя просто взять и прочитать. Чтобы получить ответ, необходимо иметь Откровение от Святого Духа. А Откровение от Святого Духа ученик получает по-своему, учитель получает по-своему. То есть, мы должны понимать это. Поэтому здесь вот эта последовательность имен патриархов написана не в Откровении у Иоанна, а у пророка Езекииля много тысяч лет назад. Ворота города называются именами колен Израилевых. Северу трое ворот, ворота Ровимовой одни, ворота Иудины одни, ворота Ливиины одни. Почему говорится одни? Потому что, когда Езекииль писал, он не знал, что Духство скажет потом, что в книге Откровения через несколько тысяч лет Иоанну, что ворота не были двойны, это была одна жемчужина. Вот почему Езекииль писал. Он говорил, как ворота могут быть одни? Ведь оно же открывается. Как это? Что это за строение такое интересное? Он не знал, что потом он и Иоанну скажут, что ворота это одна жемчужина. Далее. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот, ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот, ворота Симеоновы одни, ворота Исахарова одни, ворота Заволоновы одни. С морской стороны меры 4500, ворота здесь трое же, ворота Гадовой одни, ворота Осировы одни, ворота Нафалимовы одни. Все кругом 18 тысяч. А имя города с того дня будет Господь там. То есть эту печать получает человек только тогда, когда он успокаивает Бога в совершенной воле, когда он переживает крещение огнем. О чем мы говорим, святые? То есть через эти ворота можно войти к нашему призванию и стать этим Иерусалимом. То есть что такое Иерусалим? Иерусалим – это город, о котором Господь говорит, что я там. Господь там. Где там? В Иерусалиме. И при исследовании имен колен сынов Израилев мы будем концентрироваться не на самих патриарках и на их жизни, а на их именах, в которых содержится наша судьба, наше достоинство и наше наследие во Христе. Потому что сами патриархи не всегда удачно кооперировали и сработали со своими именами. Бог дал им достоинство, но мы видим, чтобы взять это достоинство, было очень много времени потрачено, очень много сделано ошибок, поэтому мы сразу обращаемся к принципам, которые находятся в достоинстве имени. И хотим сказать, каким этим достоинством владает человек в своем сердце. Итак, мы разбираем северную сторону. Именно с северной стороны открывается красота первых жемчужных ворот. И мы знаем, что северная сторона – это место, на котором пребывает слава Божия, в лице Сына Божия. Откуда она поднимается и откуда она начинает свое величественное шествие. Исайя 41, 25. «Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину». И, разумеется, первым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных на северной стороне, является имя Рувим, первенца Иакова, которая является крепостью и начатком его силы. В Бытие 49, 3. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Исходя из значения имени Рувим, написанного на северной стороне первых жемчужных ворот, мы пришли к выводу, что первый принцип, положенный в основании последующих принципов, на основании которого нам следует сработать в несении своего креста с крестом Христом, является почтение Бога начатками, в которых мы, чтобы стать святыней Господней, призванные отождествиться с приносимыми нами начатками. В противном случае приношения наших десятин Богу не сможет рассматриваться почтением Бога. Притчи 3, 9, 10. «Чти Господа от имения Твоего». И здесь под имением Твоим, что интересно, как мы здесь читали, имение наше – это не значит мой дом, моя машина, мой бизнес и мои американские доллары. Это не имение. Да, это часть моего имения. Но Бог, когда рассматривает и показывает вот этот начаток силы через руимое откровение, в Божье имение начинается мой дух, моя душа и мое тело. Это имение. И Писание говорит, что «Чти Господа от имения Твоего». То есть вот эта субстанция – дух, душа и тело – разумеется, должны кооперировать уже непосредственно с десятинами. «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся жительницы Твоей до избытка, и до чего Твоего будет переливаться новым вином». Итак, мы здесь остановимся и пойдем к вопросу третьему, потому что имя Рувим мы еще дальше встретим. Уже не на жемчужных воротах, а на перстнике судном. Вот здесь прямо на сердце. Что интересно, что не всегда будут повторяться имена патриархов. Будут определенные уроки, где будут у нас два патриарха. Одно имя будет на жемчужных воротах, и совершенно другое имя будет на перстнике судном, на сердце. И опять же, это будет показывать нам принципы, каким образом нам все-таки прийти к древу жизни, чтобы оттуда взять этих плодов воскресения, чтобы нам все-таки понять, что Бог поместил в крови Иисуса Христа. Вопрос номер три. Дать определение и назначение драгоценному камню и имени патриарха, написанного на первом камне судного наперстника. Двенадцать драгоценных камней, повторю, на судном наперстнике призваны представлять нас как поклонников Бога, пребывающих в постоянной молитве, которая служит постоянной памятью перед Богом. Постоянная память перед Богом – это постоянная молитва. Этот предмет, лежащий у сердца на груди пресвященника, отличается от других предметов тем, что он является постоянной памятью перед Богом. Есть и другие предметы, как мы слышали, которые являются памятью перед Богом, но постоянной памятью является только то, что лежит около сердца – судный наперстник. А поэтому судный наперстник как предмет постоянной памяти перед Богом – это формат постоянной молитвы. Молитва, которая не соответствует требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Не знаю, смеяться, плакать. Очень сильное заявление. Колоссянам 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Порядок устройства судного наперсника является требованием к поклонникам, которых ищет себе Бог. Иоанна 4.23.24. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и вистине, то есть будут поклоняться судным наперсникам, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть в Духе, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и вистине. Мы уже отметили, что в Септугианте судный наперсник называется знамением правосудия. Судный наперсник, то есть знамение правосудия. И образ судного наперсника находит свое выражение в совести человека, очищенной от мертвых дел. Если это коротко сказать, что такое судный наперсник? Это совесть человека, которая очищена от мертвых дел. На скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего в его плоти. Поповторю еще раз. Где находится учение? Дух состоит из совести, интуиции и места поклонения. Учение, которое мы проходим, учение, оно записывается на совести. И поэтому, если совесть у меня омрачена, и я думаю, что я знаю учение, я обманываю сам себя. Поповторю еще раз определение, которое дал пастырь. Образ судного наперсника находит свое выражение в совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Мы это слышали и скажем, боже мой, так что, у меня учение написано на совести? Да. Да. Исход 28, 17, 21. И став в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топос и изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметис. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Всех камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. Итак, драгоценные камни должны были вставлены в золотые гнезда. Двенадцать золотых гнезд в четыре ряда, по три на каждый ряд. Таким образом, двенадцать золотых гнезд, вотканные в суды на перстник, приготовленные для вставления в них двенадцать драгоценных камней – это образ суда Божия в учении Иисуса Христа. Это образ суда Божия в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, написанного на скрижалях нашего сердца, которым мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А двенадцать драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. То есть, то учение, эти двенадцать драгоценных камней, которые находятся в золотых гнездах, и те проповеди, те учения, будем говорить, которые толерантны, сразу мы знаем, что они не вставлены, эти истины, эти проповеди, в золотые ячейки не вставлены. Вначале Господь сделал золотые гнезда, и по размеру этих гнезд надо было вырезать камни и положить в эти золотые гнезда. Поэтому толерантные проповедники – это проповедники без погонов. Это нечестивые люди, опасные люди. Ну, нельзя так говорить, он же любит Бога. Светы, когда это читаете в Месташе Священное Писание, мне кажется, что очень мало людей любят Бога. И надо себе, говорю, Господи, не я ли? А двенадцать имен сынов Иакова демонстрировали свойства и функции, которым призвано было обладать поклонники Бога. Судно-наперстник – это предмет постоянной памяти перед Богом, определяющий истинного поклонника в радие царственного священства и служащий эталоном поклонения в духе и вести и эталоном постоянной молитвы. А теперь давайте обратим наше внимание на важную часть судна-наперстники. Там было два камня – урим и тумим, которые прятались за него. Урим и тумим, как мы знаем, это свет и совершенство, или свет и право, или откровение и истина. Судно-наперстник в точности призван был исполнять функции золотого ковчега. Как золотой ковчег в стене, так и судно-наперстник у сердца предосвященника исполняет совершенно одинаковые функции. Как золотой ковчег, так и судно-наперстник образно представляли совесть человека, очищенная от мертвых дел. Мы знаем, что десятисловия, или же скрижали завета, положенные внутрь ковчега завета, являлись истиной. И эту истину судно-наперстник представлял драгоценный камень тумим. Мы подумаем, что урим и тумим – это драгоценный камень. То есть, вот, пожалуйста, вот десятисловия, эта истина, представлен камень тумим. А откровение, которое человек мог получать под крышкой ковчега в завете, ковчега завета, в судно-наперстнике представлял уже камень урим. А поэтому поклонники Бога, поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижале которого запечатлена истина в предмете тумима. В силу чего откровение Божие в предмете урима могло почивать только в границах истины, которую представлял тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, как написано. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. То есть уриме тумим – прекрасная кооперация. Это говорит о том, что мы должны получать откровение. Как мы прочитали, это откровение и это истина, это учение. Дух Святой не против того, чтобы мы получали откровение, но наши откровения должны четко соответствовать рядом лежащему камню тумиму, истине. Поэтому если я получаю откровения, которые идут в разрез учения, то, разумеется, это не откровение. И если мне говорит личность, которую я называю Духом Святым, то надо эти дела останавливать в своей жизни. У меня тоже было такое в свое время, когда я расписывался подписью Духа Святого. Все, что мне в голову взбрело, я брал этот документ и расписывался Дух Святой. Следующий – Дух Святой, Дух Святой, везде Дух Святой. А там был, может быть, мой Дух или же вообще Дух нечистый. И первым драгоценным камнем судного наперстника, наслежавших нашего сердца, конечно, как мы помним, был камень Рубин. Очень дорогой камень, очень дорогой камень. А именем, вырезанным на этом камне, являлось имя Рувима, первенца Якова, который являлся крепостью и начатком его силы. Еще раз почитаем о нем. Мы только что о нем читали и нашли его на жемчужных воротах, но теперь мы опять встретились с ним. Ну, уже где? Около сердца. Там он хорошо, а здесь он тоже очень важен. Бытие 49, 3. Рубин, первенец мой, ты крепость моя, и начаток сила моей, верх достоинства и верх могущества. Драгоценный Рубин, или же Рубин, можно сказать, демонстрировал свойства и достоинства Бога в имени царя, царя и господа господствующих. То есть Рубин, как мы говорили, что все эти 12 драгоценных камней на наперстнике, на самом деле это имена Бога. Имена Бога. И здесь представлено для нас первое имя Бога, царь царей и господь господствующих. Откровение 19, 16. На одежде и на бедре его написано имя царь царей и господь господствующих. Для того, чтобы быть поклонником Бога, необходимо обладать свойством и достоинством такого царя и такого господина, над которым может царствовать Бог. Если Бог надо мной не может царствовать, то горе мне, когда я называю себя царь и священник. Господь говорит, хорошо, и говорит своим помазанникам, подойди к нему и обличи его. И я говорю, на каком основании вы это? Я это в себе совершенно не вижу. Бог говорит, ну, разочарованно, а говорил царь и священник. Имя Рубин, как первый принцип, положенный в основании последующих принципов, это поклонение или же молитвы, в которой мы, как святыня Господня, призваны представить себя Богу, жертву живую, святую и благогодную Богу для постоянной памяти перед Богом. Суть постоянной молитвы в значении имени Рубима состоит в том, что функции такого поклонения призваны выражаться в почитании самого себя, как начатков, облеченных в достоинство в десятин, в которых мы, чтобы служить постоянной памятью перед Богом, призваны отделить себя от мира, от своего дома и от своей душевной жизни точно так, как мы отделяем наши десятины и наши начатки в формате десятин, чтобы отождествиться с ними. То есть очень интересно сказано, что мы отделяем десятины, которые принадлежат Богу, и отдаем Богу. Но если мы не отделяем себя от мира, от своего дома и от своей душевной жизни и приносим десятины, мы трансформируемся в каина. Финдакасу, что ему не доволен, я вообще десятины даю, я Богу десятины плачу. Неужели ему это? Он должен радоваться. А мы видим здесь, Господь говорит, что оказывается, необходимо отделить себя, как вот здесь в случае написано, от мира, от своего дома и от своей душевной жизни, и потом вместе приносить это десятины. Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И притчи, 3 глава, 9-10 стих. «Чти Господа от имения Твоего». И мы знаем, что имение наше – это не машина, дом и бизнес, а это, во-первых, дух, душа и тело, и, разумеется, потом уже дом, машина и бизнес. «Чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих и наполнится жительницей Твоей, да избытка это четверо и будет переливаться новым вином». Молитва, в которой человек не представляет себя Богу, жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения, является мерзостью и не может являться и рассматриваться поклонением, потому что человек ищет не Бога и Его воли, а личной выгоды, как ее искал Каин. «Именно поэтому для обличения себя в достоинство поклонника, выраженного в достоинстве драгоценного Рубина с вырезанным на нем именем Рувима, необходимо пустить серебросовое спасение в оборот, поместив его в смерть Господа или поместив себя в смерть Господа. Таким образом, я могу реализовать Рубин с написанным на нем именем Рувим». И вопрос четвертый. Мы уже коснулись основания, жемчужных ворот, наперстника, ну а теперь древожизни. Вопрос четвертый. Дать определение и назначение первому плоду древожизни, дающему на каждый месяц плод свой. И вспомним его функции. Древожизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, которые содержатся в наследии крови Христовой. То есть все то, что дает древожизни, это плоды воскресения, которые находятся в крови Христовой. Откровение 22, 2-3. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древожизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья, дерево для исцеления народов. И, конечно же, говоря о всех этих 12 месяцах, мы будем говорить или же повторять все те праздники, все эти события, которые происходили. Не просто праздники, которые праздновались в определенные месяцы, а также нечто происходило в климате в Израиле. Было много дождя, либо была засуха, какие-то праздники. То есть все те события, которые происходили в определенный месяц в Израиле, мы посмотрим это увидеть все в древе жизни. Итак, праздники и события, которые содержались в первом месяце священного года под названием Авиф или Ниссан, то есть это первый месяц в Израиле, призваны определять доказательства наличия в своем сердце плода воскресения. То есть если в нашем сердце нет этого месяца Авиф или же Ниссан, то у нас в сердце нет плода воскресения. Первый месяц священного года соответствует середине марта и апреля. То есть скоро-скоро у евреев и у христиан должен начаться Новый год, когда святые должны друг друга поздравлять с Новым годом вас. Это будет в марте и в апреле, когда мы празднуем Пасху. Вот здесь можно говорить, Христос воскрес, поздравляю вас с Новым годом. Поэтому первый месяц священного года соответствует середине марта и апреля. Авиф или же Ниссан – это месяц созревших колосьев. Мы, по имеющимся праздникам и событиям этого месяца, призваны идентифицировать в нашем сердце уникальность плода, которые мы призваны приносить Богу. Исход 13, 1, 4 и 12, 1, 2. И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь Атолий, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяц Авиве. Месяц сей добудет у вас началом месяцем. Первый добудет он у вас между месяцами года. И это не просто был первый месяц года, а у этого первого месяца года был также первый день месяца. И в этот первый день месяца, в первый день первого месяца отмечался праздник Новомесячия. И что такое праздник Новомесячия в нашем сердце? Он оказывал на способность преобразовывать себя обновлением своего мышления и облекать себя воскресенье Христова. То есть обычно говорят, что Новомесячий часто сопряжено оно с полнолунием. Когда полная луна имеет определенное отношение, то здесь полная луна, круглая луна, не просто месяц, как мы видим, а полнолуние. Это как раз и есть способность наша преобразовывать свое мышление духом своего ума. То есть когда солнце светит на луну, и потом полная луна светит на землю. То есть это все несет для нас первый месяц. И разумеется, когда полная луна светит, то люди, одержимые, их называют лунатики, они начинают бесноваться, когда они видят полную луну. Не они бесноваться, вернее бесы начинают бесноваться в них, и через них просто оно проявляется. Поэтому дьявол не любит полную луну. Дьявол не любит, когда наше мышление начинает обновляться духом своего ума. Он начинает бесноваться. Однако месяц Авив отличался от других месяцев года тем, что вмещал в себя еще и праздник, как мы говорили, Нового года. Это не просто первый месяц у Израиля, а этот первый месяц был Новым годом. И Новый год является доказательством того, что мы родились от семени Слова истины, чтобы нам быть собственностью Бога, уделом Бога, созданием Бога, наследием Бога, зеницей Бога и первенцем Бога. Иакова 1.18 Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым избранным начатком его созданий. Избрание или начаток Бога – это отделение малого стада от множества званых в категорию первенцев. И Писание говорит, что нам необходимо помнить сей день, помнить сей день. И память сего дня в сердце человека, в котором он вышел из Египта – это знак обрезанного сердца и уха, являющегося доказательством в нашем сердце того, что мы в несении своего креста действительно сработаем с крестом Христовым. То есть невозможно помнить праздник Песах, Песах, Пасху, вот если наше сердце не обрезано. Не просто, ой, сегодня Пасха, да, Пасха постоянно, Пасха постоянно. И его помнит только то сердце, которое было обрезано. Во-вторых, образом Нового года, то есть мы сейчас говорим о первом месяце, все то, что Бог заключил в этот первый месяц. Почему? Потому что в этот первый месяц Древо Жизни дало определенный плод. Этот плод, в нем был скрыт. Все праздники, которые были в первом месяце, все те события, которые происходили в Израиле, все было в этом первом месяце, все, что происходило, вся судьба Израиля сокрыта в этом первом месяце. И когда Древо Жизни к нему подходили в этот первый день, в первый месяц, оно давало свой плод, человек мог есть. И можно предположить, что в будущем люди, которые не имели возможности вот это вкушать сегодня, чтобы им понять, они будут подходить к Древу Жизни и брать в этот месяц определенный плод, и кушать этот плод, и будут получать все откровения, все те праздники, все те события, которые происходили с Израилем, и видеть ту красоту, которую Бог заключил. Ну, нам не надо ждать этого в будущем, мы это делаем сегодня. Во-вторых, образом Нового года в плоде Духа выражался в принятии семени оправдания на условии закона благодати Божией и затем взращивание его в плод правды, представляющей в нашем сердце интересы правосудия Божия. То есть мы говорим вот об этом месяце, это месяц созревших колосьев. Март, апрель. И он выражается в том, что мы приняли семя, и он выразился в взращенном плоде правды, в правосудии. И правосудие, явленное в плоде Древа Жизни, это наследие крови Христовой, которое является доказательством того, что мы правильно сработаем внесение своего креста с крестом Христовым. В-третьих, в каждом новом месяце, включая первый месяц, праздновались субботы Господни. Уникальность праздника суббот Господних состояла в том, что субботы Господни объединяли и включали в себя все праздники Господни, потому что все праздники Господни, независимо на какой день недели они выпадали, назывались субботами. Они пребывали в границах субботы и рассматривались в статусе седьмого дня, обуславливающего полноту Христову. То есть праздник в Израиле – это суббота, и они в свои праздники обычно не работают. Мы знаем, что суббота – это тело Христова, в лице избранного Богом остатка, в границах которого пребывает Царство Небесное, и в границах которого содержится и находит свое выражение все праздники Господни, которые по своей сути являются обетованиями Бога, содержащимися в сокровищнице наследия крови Христовой. То есть очень часто это звучит. То, что находится, то наследие находится в крови Христовой. Кровь Христа – это не то, которое просто омывает мои грехи. Пришел грязный, оно вот раз меняем мыло. Опять пришел грязный, исправедовался, оно раз меняем мыло. Грязное мыло, грязное мыло и так далее. Мы видим, что, оказывается, то, что нас омывает постоянно, в ней находится наследие наше в крови Христовой. Но это наследие мы можем открыть только где? Только когда у нас положено основание, когда мы прошли через жемчужные ворота, соединились с ним в его напастях и страданиях, когда мы получили наше сердце на пирсник, и потом мы уже получаем доступ к древу жизни, где все-таки Бог нам позволяет открыть суть, что такое кровь Христа. И наследовать это сокровище, избранный Богом остаток, может не иначе, как только в плодах древа жизни, взращенным в своем сердце и семени Царства Небесного. Если мы имеем в своем сердце органическую причастность к избранному Богом остатку и чтим его как субботу Господнюю, то это является плодом древа жизни. Интересная фраза. Не написано, если мы имеем в своем сердце просто органическую причастность к какой-то поместной церкви. Люди ранние, мормоны, пятидесятники, католики. А вот именно если мы имеем в своем сердце органическую причастность к избранному Богом остатку, и чтим его как субботу Господнюю, то только это является плодом древа жизни. Слава Богу, что здесь, в этом служении, никого этой фразой не разочаровал. В-четвертых, вечером 14-го Ниссана первого месяца года праздновался Песах, ну или же Пасха, который перетекал в праздник опресников, продолжавшегося с 15 по 21-й день месяца. Таким образом, составляющей плода Духа в плодах древа жизни первого месяца Ниссана являлось достойное вкушение Песах в предмете опресников чистоты и истины. 1 Коринфянам 5, 6, 8. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но сопресниками чистоты и истины. И мы знаем, что несоблюдение этого повеления являлось пороками и лукавством и грозило истреблением из среды Израиля, в то время как соблюдение рассматривалось плодом Духа, по которому следовало судить, что данный человек соработает в несении своего креста с крестом Христовым. И также Писание говорит, что всякий раз, когда происходил этот праздник в Песах, необходимо было собирать священное собрание. И священное собрание в первый и седьмой день опресников являлось образом плода Духа, выраженного в десяти определенных признаках. То есть давайте посмотрим, есть ли у нас эти признаки. Сможем ли мы в своем сердце собрать вот это священное собрание? Мы вообще знакомы с ними или нет? Итак, священное собрание, десять признаков, которые должны быть в нашем сердце. Это приобщение к телу Христова, или же, как мы выше прочитали, к избранному Богом остатку. Потому что тело Христа сегодня, как один говорит, сбацали мы церковь, собрались тут все, двое или трое во имя Христа, все церковь, получили лайсингс, и теперь можно евангелизировать. Церковь Божия нельзя сбацать. Церковь Божия рождается Богом. И когда она рождается, там присутствует определенная красота. Там присутствует обязательная почерк дьявола, который пытается все искажать и показывать свою гнусную мерзкую физиономию. И там также присутствует красота Духа Святого. Всегда все персонажи присутствуют, когда рождается Церковь Иисуса Христа. На Голгофе присутствовали все персонажи. Одни персонажи, им можно было восхищаться, другими было полное отвращение. Все это там, где рождается Церковь, все это присутствует. Поэтому священное собрание – это приобщение к телу Христова, к Божьему остатку. Далее, священное собрание – это соблюдение праздника Господня. Священное собрание – это собрание святых при жертве. Священное собрание – это почтение субботы Господней. Священное собрание – это приношение себя в жертву живую. Священное собрание – это освящение своего посвящения. Священное собрание – это работа нашей веры с верой Бога. Священное собрание – это общение с Богом в поклонении. Священное собрание – это участие в хлебопреломлении. Священное собрание – это пребывание в покое Бога. Это была четвертая составляющая. Далее, в-пятых, 14-го Несана в первый месяц Нового года совершалось принесение Господу первых весенних плодов. И, разумеется, сбор первых весенних плодов в предмете первого снопа с одной стороны содержал в себе образ первородства, а с другой стороны в этой первой весенней жатве содержался образ воскресения, которое было связано как с восхищением Христа, так и с восхищением Его невесты. То есть сбор первых весенних плодов, когда их необходимо было собирать и потрясать перед Господом. Там есть воскресение Христа и, разумеется, восхищение церкви. Это был царский покос. Амоз, 7 глава, 1-3 стих. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила саранча, есть траву на земле. Я сказал, Господи Боже, пощади, как устоит Яков. Он очень мал. И пожалел Господь о том и сказал, не будешь сего». То есть мы видим, здесь встречается поздняя трава или же царский покос. То есть царский покос – это люди, которые будут восхищены при утренней звезде. А поздняя трава – это тоже святые, о которых ангелы будут кричать, Боже, пощади их. Ведь он очень мал. И Господь сказал, говорит, да не будешь сего. То есть Он пощадит свою церковь. В-шестых, праздник первого месяца сопровождались поздними дождями. То есть мы видим, мы говорим о празднике Песах. Теперь мы говорим уже о климате, который был вот в этом первом месяце. Первый месяц – это вот именно тот плод, который дает древо жизни. И чтобы понять, какой был на то время климат, необходимо подойти к древу жизни и попробовать этот плод. И тогда мы поймем, что такое поздние дожди. Итак, шестая составляющая. Первый месяц сопровождался поздними дождями, приводящими подъем воды в Иордане. Подъем воды в Иордане указывал на образ смерти, которая активизировалась и выходила из своих берегов, чтобы удержать в своей власти Христа и тех, кто находится в нем. То есть Иордан активизируется, когда? Именно во время праздника Песах. Дьявол приходит в бешенство. Давайте прочитаем о Христе, как в его жизни активизировался вот этот духовный Иордан. Деяния 2 глава, 22-28 стих. «Мужи израильские, выслушайте слово сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствована вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете сего, по определенному совету и победению Божию преданного вы взяли и пригвозили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем. Видел я перед собой у Господа всегда, ибо Он одеснует меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. То есть мы видим здесь, произошло как раз вот это уникальное действие, когда Иордан полностью покрыл Христа и хотел оставить его в своих глубинах. Но Христос победил смерть. И седьмая составляющая вот этого первого месяца, или же откровение о первом плоде древа жизни, в это же время, когда разливался Иордан, начинался сбор льна, ячменя и пшеницы. И сбор льна указывал на образ совершенного Богом искупления, в котором было посеяно семя льна в смерти Господа Иисуса, и результатом которого являлось его воскресенье, как плод, явленный в совзревшем льне. То есть Господь даст святым, которые вот вкусят от древа жизни, вот этот плод, который принесет нам древо жизни в этот первый месяц, вот понять эту праведность Божию, откровение о льна. Левитам 16, 3-4. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, в том, что для того, чтобы царственный священник, тот священник, который поклоняется Богу в духе и в истине, мог облечься в этот лен, этот лен должен был посеян в виде семени, и потом он в древе жизни будет представлен как плод святости. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за право предстоять перед престолом благодати, перед лицом Твоей святости, перед лицом Твоей пламенеющей любви, стоять на основании крови завета. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы были омыты и очищены кровью завета. И мы молим Тебя, Господь, чтобы крест Христов мог сделать и совершить ту работу, которой Он призван, и отделить нас, как начатки десяти, но от этого мира, от нашего дома и от нашей собственной душевной жизни. Чтобы мы, Господь, могли понять красоту, чтобы мы могли понять и увидеть и принять Своё наследие, которое Ты поместил в крови Господа Иисуса Христа. Позволь нам, Господь, получить полное откровение о Твоей крови. А для этого, Господь, мы сегодня полагаем основание. Для этого, Господь, мы сегодня проходим через жемчужные ворота, сообразуясь с Твоими страданиями, с Твоими напастями. Мы облекаемся, Господь, быть в льняные одежды, как священники, в льняной ефот, в льняной пояс, в льняной кедар. И приходим, Господь, перед Тобой не в своей праведности, но с той, которая через веру. Ты позволил нам, Господь, поклоняться перед Твоим лицом в духе и в истине. И мы благодарим Тебя, Господь, за те праздники, которые находятся в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за это священное собрание, которое сегодня находится на этом месте и находится в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам быть там и среди тех, которых Ты, Господь, рассматриваешь своими первенцами, своими начатками. Ты позволил мне, Господь, находиться среди тех, которые являются Твоим избранным остатком. Мы благодарим Тебя, Господь, за право иметь общение, в котором нет порока и лукавства, в котором нет лицемерной любви, за которой скрывается зависть, гордость, ненависть и убийство. Ты дал нам, Господь, обладать любовью, в которой нет лукавства и порока. Ты позволил нам, Господь, смотреть прямо в лицо врагам. Ты позволил нам, Господь, любить Твоих святых и покрывать их, Господь, Твоей божественной любовью. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня вспомнить те истины, которые Ты нам говорил, и мы принимаем, Господь, эти драгоценные истины в Своё сердце. Мы молим Тебя, Господь, чтобы это основание, жемчужные ворота, этот драгоценный наперсник позволил нам подойти к древу жизни, к древу жизни, Господь, в котором Ты сокрыл наследие воскресения для Твоих святых. И мы благодарим, Господь, что Ты позволил нам питаться Твоим воскресением. И, Господь, мы сегодня питаемся Твоим воскресением. Мы сегодня, Господь, питаемся о древо жизни. Ты сказал побеждающему, дам право питаться о древо жизни, которое посреди рая Божия. Благодарим Тебя, Господь. Это был долгий путь. Это был долгий путь тысячелетий, через который Ты позволил Церковь Твоей в конце веков подойти к древу жизни. И питаться от Его жизни, облекаясь в воскресенье Божье. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое воскресенье. Мы благодарим Тебя, Господь, за право питаться от древа жизни. Мы облекаемся, Господь, в Твое воскресенье. И провозглашаем, Господь, Твой суд. Мы уносим Твой суд и Твой вердит на все болезни, на все немощи и на все недуги. Мы благодарим Тебя, Господь, что ранами Твоими мы исцелились. И Ты продолжаешь, Господь, нам открывать глубинность Твоей крови и Твоих ран, о которой, Господь, мы не знали прежде, но сегодня, Господь, мы открываем красоту этих ран и этой крови, в которой Ты заключил все наше наследие, в которой Ты заключил наше исцеление, в котором Ты заключил все ответы на запросы нашего сердца. Позволь нам, Господь, просить по воле Твоей и не искать своей выгоды. Позволь нам, Господь, проникнуться через Дух Святой в глубины Твоего сердца и понять, что Ты хочешь в это последнее время. А Ты хочешь, Господь, в это последнее время не просто приготовить Церковь Твою ко встрече с Тобою, Ты хочешь через Церковь Свою продемонстрировать то, что Ты в свое время продемонстрировал во Христе. Да будет она облеченная, весон чистый и светлый, да воссияет, да поднимется, а все оставляющие, Господь, Тебя, да будут посрамлены, все отступающие от Тебя, да будут написаны на прахе. И, Господь, пришло время этому обетованию исполнится. И в то время, когда Ты облекаешь святых Твоих воскресенье, мы молим Тебя, чтобы все, оставившие Тебя и проклинающие Твое святое имя, были посрамлены и записаны Твоим перстом на прахе во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за право называться начатком Твоей силы. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам быть в Иисусе Христе первенцами. И мы хотим, Господь, сохранить слово терпения до конца и сохранить венец, чтобы никто его не восхитил. Ты сказал, что побеждающего избавлю от годины искушения, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты избавляешь наследие Твое от годины искушения. Восхищай его, а также, Господь, мы молим Тебя от тех святых, которые останутся на время годины искушения. Сохрани, Господь, Иакова. Сохрани, Господь, Иакова. Помилуй его. Это, Господь, Твой начаток. Это Твой народ, Господь. Да будет, Господь, явлена милость Твоя для святых Твоих. Мы сегодня, Господь, благодарим Тебя за царский покос, и мы хотим, Господь, найти себя в этом царском покосе. Поэтому, Господь, мы облекаем себя в воскресении Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за те истины, которые мы слышим. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших посланников, которых Ты дал нам в нашу жизнь. Ты сказал, что только непорочный в пути может служить Тебе, и Ты позволил, Господь, нашим святым служить нам. Позволь же, Господь, ныне и нам послужить и им. Позволь нам, Господь, служить друг другу в любви Христовой. Позволь нам, Господь, снисходить друг к другу в любви Христовой, в совершенной, пламенеющей любви Христовой. Мы благодарим Тебя, Господь, что в наших отношениях нету никакого порока и нету больше никакого лукавства. Мы благодарим, что Ты очистил наши сердца от этой порочной закваски. потому что Господь Иисус Христос есть наша Пасха и мы вкушаем Господь Тебя и мы принимаем Тебя и мы облекаемся в Твою жизнь и в Твое воскресение да облечется Господь в Твое воскресение в Твою славу а для этого Господь позволь нам твердо стать на основании спасения за которое Господь мы Тебя благодарим благодарим Тебя Господь что Ты есть наше спасение Ты есть наше оправдание Ты есть наша жизнь Ты есть наше настоящее прошедшее и будущее позволь нам Господь пройти через эти жемчужные ворота позволь нам Господь предстоять перед Тобою в поклонении, в Духе и в Истине мы молим Тебя Господь чтобы наше поклонение происходило только в Твоей Божественной Истине и в Духе Святом поэтому молим Тебя Господь продолжай учить нас Твоим уставам Твоим уставам в которых мы можем поклоняться Твоему Святому имени мы благодарим Тебя Господь за те откровения которые мы слышали и мы молим Тебя Господь продолжай учить нас чтобы мы могли облекаться в плоды воскресения древа жизни продолжай Господь нам говорить свои откровения мы будем облекаться воскресения жизни и Господь мы благодарим что Ты позволил нам сегодня вспомнить Истины и облечься в Твое воскресение жизни да воссияют святые Твои в этом первом месяце мы благодарим Тебя Господь за этот Новый Год в нашем сердце за эту новую жизнь за это чудное новое откровение за это новое тело которое Господь мы сегодня имеем в Иисусе Христе мы благодарим Тебя Господь что Ты творишь все новое и эту Господь новизну мы открываем в Иисусе Христе и эту новизну мы открываем когда вкушаем от древа жизни которое есть Христос в нас упование славы мы благодарим Тебя Господь и превозносим и поклоняемся перед лицом Твоим и приготовим Господь свое сердце для слышания Твоего Слова да будет прославлено имя Бога Отца и Сына и Святого Духа Аминь Отче наш сущий на небесах да святится имя Твое да придет Царствие Твое да будет воля Твоя и на земле как и на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас во искушение но избавь нас от лукавого ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки Аминь Закончим нашу неизменную манифестацию могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки Аминь